МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К сожалению, в этом году из-за эпидемии коронавируса все массовые мероприятия, запланированные на 9 мая, были отложены. Но одно событие невозможно отменить. За четыре года на фронт ушли более 200 тысяч уроженцев Чувашии, и каждый второй не вернулся. Всего же Советский Союз в Великой Отечественной войне потерял 27 миллионов человек. А если представить, сколько детей не родилось у тех, кто не дожил до победы, у тех, кто покалечился в бою, подорвал здоровье на производстве и утратил способности к деторождению? Скольких граждан лишилась наша страна? В память о них, погибших в боях, умерших от голода и болезней, замученных в лагерях, пропавших без вести и нерожденных, каждый год возлагаются к вечному огню цветы и венки. И даже режим ограничений не отменяет этой традиции. Пусть сегодня у монументов 20 раз меньше людей, чем обычно. Мы помним. И как только позволят обстоятельства, мы обязательно соберемся у Вечного Огня. Все вместе. Валерия Друженец, Андрей Шоклев, Республика. К Вечному Огню приходит вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений, чьи могилы остались неизвестными. Благодаря неустанной работе поисковых отрядов, родственники по сей день узнают о судьбе своих близких. Я правнучка Михаила Семеновича Жигалина. Он родился в столице Чувашии в 1915 году. Вместе со своим братом работал в пекарне, когда началась война. Его не брали в армию, но мой прадедушка сам хотел служить и настоял на этом. В итоге прослужил во 2-й гвардейской армии 724-го стрелкового полка. Был рядовым стрелком. В мае 44-го года его ранили в живот. Спустя 9 дней после ранения он умер. Долгое время моя семья даже не знала, где покоится наш герой. И вот два года назад внук Михаила Семеновича, мой крестный, нашел данные и выяснил. Покоится он на братском кладбище советских воинов в селе Суворова Бахчисарайского района Крыма, что недалеко от Севастополя. Можно сказать, мой прадед освобождал Крым, вот только домой он так и не вернулся. Его сын, мой дедушка, даже не видел отца. Но все мы его семья, конечно, помним о нем и очень гордимся. К началу 1940-х годов население Чувашии составляло около миллиона человек. Получается, на фронт ушел каждый пятый. Женщины, подростки и старики вытянули на своих плечах все народное хозяйство. В 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Война началась летом, а уже к осени женщины научились водить трактора, грузовики, управляться с другой техникой. Надо было убирать урожай. В конце зимы на долю жителей Чувашии выпало очень суровое испытание – строительство оборонительного рубежа. За 14 недель им пришлось вырыть 380 километров противотанковых рвов с огневыми точками, землянками и укрепсооружениями. Это при том, что температура опускалась порой до минус 42 градусов. Ни разу за 4 военных года колхозники Чувашии не сорвали выполнение плана. Только в фонд обороны было сдано свыше миллиона пудов зерна. Более 170 миллионов рублей собрано на строительство боевой техники. Тысячи голов скота брали на откорм ежегодно, чтобы отправить на фронт и в освобожденные районы. О себе приходилось отказывать во всем. Тысячи граждан, эвакуированных из прифронтовой полосы, приняла Чувашия. Десятки предприятий из Белоруссии и Украины были переведены в нашу республику. И уже осенью 41-го начали выпуск продукции. Основной рабочей силой на них были вчерашние школьницы, за 4 военных года превратившиеся в передовиков производства. Трудное время было, конечно. Голодно, холодно. Я даже от голода однажды текла, распухла все. Но вот эти вот люди, которые приехали, привезли этот завод, Хернс, это были прекрасные люди. Даже трудно говорить. Не дали погибнуть. 17 госпиталей разместились в годы войны на территории Чувашии. В Канаше санитарные поезда оставляли самых тяжелых раненых, которых невозможно было вести дальше. Всего в республике пролечились более 72 тысяч человек. И 70% удалось вернуть в строй. Была, конечно, очень такая тяжелая и кропотливая работа, потому что не хватало хирургов, приходилось учиться делать операции. То есть и стоматологи, и терапевты, они все вставали к операционным столам и учились делать операции. В июне 1945 года Чуваша отмечала 25-летие с момента образования. И это был первый праздник после 4 лет тревог, горя, тяжелого труда и лишений. Это было возвращение к жизни. Народный праздник совпал с днями победы над фашистской Германией. Ликует чувашский народ. Поэтому в праздничных национальных нарядах женщины и девушки. Елене Захаровой, жительнице Красночитайского района, в 1941 исполнилось 17. Она была одной из тех, кто поднимал сурский рубеж. 17-летняя девушка, как и многие жители Чувашии, не жалея сил, в тяжелейших условиях рыла окопы. В Красночитайском районе рубеж проходил вдоль деревни Пандикова. Зима в тот год выдалась лютой. Спали прямо в одежде. Тогда 40 градусов мороза было. Мы очень устали. Сели отдохнуть. Я сразу заснула. И даже не заметила, как загорелись на мне лапти. Домой пришлось идти почти босиком. Елена Васильевна помнит эти три месяца, как будто они были вчера. Слишком тяжело пришлось им тогда. Но выстояли, вытерпели. А потом еще три с половиной года приближали победу, как могли. Спасибо, Елена Васильевна, вам за те ваши трудовые подвиги, за тот ваш жизненный путь. И, несомненно, ваш пример прохождения этого жизненного пути является очень важной составляющей для наших детей. Следующий год для Елены Васильевны и всех участников строительства Сурского рубежа будет памятным. В честь 80-летия с начала возведения оборонительной линии 2021 год объявлен годом трудовой доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Такой указ в День Победы подписал Олег Николаев. Я вот с вашего разрешения при вас его сейчас подпишу. К следующему году Олег Николаев поручил разработать план мероприятий юбилейного года. Собрать сведения о людях, которые строили оборонительный рубеж, погибли при возведении, установить памятные стеллы. Но главное, чтобы каждый житель республики узнал о трудовом подвиге наших земляков. Александр Соловьев, Андрей Шоклев, Республика. Во время Великой Отечественной войны и после нее воинская доблесть отмечалась множеством наград. Но самое главное было возвращение домой. Мой дедушка Серин Федор Иванович ушел на войну в 1941 году. Воевать начал на Западном фронте. Затем служил на Первом Прибалтийском и Третьем Балтийском фронтах. Освобождал Восточную Пруссию. Войну прошел в звании сержант-минер-разведчик. Получил медаль за взятие Кёнингсберга, медаль за отвагу, за победу над Германией. Но война в 1945 для него не закончилась. Его направили воевать с Японией. Домой вернулся в декабре 1946 года. За победу над Японией он получил еще одну медаль. Интересно то, что сохранился его дневник с кратким описанием того, как он ходил в разведку. В нем написано «Помню, пошли как-то в разведку, взяли языка, долго тащили на себе, но выполнили задачу. Были в разведке, нас стали обстреливать. Прыгнули в болото, как лягушки сидели, не дышали. Кажется, что легко и с юмором он описывает эти страшные моменты войны. Но стоит только представить, через что моему деду, да и всем солдатам пришлось пройти. Становится жутко. Как они это выдержали? А потом вернуться домой и попытаться жить заново. Мой дедушка Федор вернулся домой. Работал в родном селе продавцом магазина. За годы жизни воспитал пятерых детей. Но прожил после войны он недолго. Сказались последствия ранений, и в 1954 году он умер. И несмотря на то, что я никогда не видела своего деда Федора, я им горжусь и рассказываю о его подвигах своим детям. На фото Яковлев Иван Яковлевич, мой прадедушка. Он родился в 1907 году и ушел на фронт в самом начале войны, в 1941. Известно, что он служил в пехоте и в боях под Ржевом был тяжело ранен в голову. После чего был признан негодным в дальнейшей службе и комиссован. За время службы был награжден множеством наград, в числе которых Орден Отечественной войны первой степени. С осколком в шее он прожил до 1986 года и умер в возрасте 79 лет. 9 мая уже 75 лет. Для всего человечества символизирует мир, свободу, да и саму жизнь. И кто бы мог подумать, что именно в этом году все так сложится. Из-за пандемии и режима изоляции мы не можем встречаться с ветеранами. Но выход был найден. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Настоящий концерт под окнами дома номер 24 по Карла Маркса устроил личный состав управления Росгвардии Пучувашии. А все для труженика тыла Зинаиды Артемьевны Андреевой. Она участвовала в оборонительных работах города Выборга Ленинградской области. Рыла окопы, валила лес, строила оградительные сооружения. Песни военных лет любит всей душой и даже с удовольствием подпевала Смуглянке. Парад у дома ветеранов, акция Федеральной службы войск Национальной гвардии. Ее поддержали во всех регионах нашей страны. Самый главный девиз «Мы помним, мы гордимся» – это и преследовала цель, что не забыть наших доблестных ветеранов. Мы поздравили ветеранов и тружеников тыла, которые проходили службу в органах МВД и впоследствии перешли в подразделение Росгвардии. По улице Винокурова в Новочебоксарске оркестр играет ради Пелагеи Алексеевны Солдаткиной. Во время войны ей было всего 13 лет. Она работала в колхозе в тракторной бригаде. Спасибо вам большое, коллеги Алексеевны. Низкий вам поклон. С Днем Победы. Спасибо, не забывайте. Спасибо, не забывайте. Дай Бог, большое здоровье, чтобы выучить так мирное время. Спасибо, 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 ура! Катюша, прощание славянки, казаки. Песни военных лет переносят в то время. У каждой своя биография, каждая навевает воспоминания ветеранам. Она же все эти песни знает, не первый год. Очень была довольная, слезы прям капали. Оркестр Росгвардии поздравлял ветеранов несколько дней. В День Победы они пришли честовать участника Великой Отечественной войны Ивана Степановича Перевезенцева. Погаду приступить! Сейчас Ивану Степановичу почти 95 лет. В годы войны он был командиром минометного взвода, воевал на Ленинградском фронте. Иван Степанович освобождал Эстонию, остров Дага и Эзель. Удостоен ордена Красной Звезды, медали за отвагу и других наград. Пусть в этом году не удалось провести большой парад победы, но это не значит, что мы забыли подвиги наших героев. Концерты и шествия под окнами ветеранов – знак того, что все трудности временны, а наша благодарность вечно. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Валерий Резюков, Республика. 75 лет мы благодарны ветеранам за мирное небо над головой, за возможность учиться, воспитывать детей, строить планы на будущее, но самое главное – за чувство гордости. Великая Отечественная война, пожалуй, затронула каждую семью в нашей стране. Не стала исключением и моя. Я хочу рассказать о своем дяде, Отнашкине Владимире Ивановиче. В 1944 году Владимир Иванович поступил в Казанский авиационный институт, но уже в феврале 45-го, когда ему исполнилось 18 лет, он добровольцем ушел на фронт. Владимир Иванович участвовал в войне с Японией в составе Забайкальского фронта, участвовал в разгроме Квантунской армии. Освобождал порт Артур в ходе манчжурской операции в августе 1945 года. Владимир Иванович награжден медалью за победу над Японией, а также Орденом Отечественной войны второй степени. После демобилизации в 1952 году он продолжил работать на благо родного села. Бессмертный полк, георгиевская ленточка, стихи и песни о победе. Великий праздник нашей страны, шагая сегодня онлайн. О том, какие акции развернулись в сети, расскажем в специальной подборке. Бессмертный полк онлайн, более 80 тысяч публикаций под хэштегом «Окна Победы». Более 90 тысяч снимков. И это только в Инстаграме. Мы всегда ходили на парад. В этот раз у нас не получилось, и поэтому мы решили сделать «Окна Победы» дома. В Чувашии под хэштегами «Вместе гордимся» Перлем Мухтанатпар ежедневно появляются новые портреты ветеранов. И события 75-летней давности словно встают перед глазами. Смирнов Евгений Осипович. В сентябре 1942 года моего прадедушку, молодого и красивого парня, которому не исполнив 18 лет, призвали в армию. Всего месяц назад временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев опубликовал рассказ о своем родственнике ветеране Великой Отечественной войны. А сегодня в соцсетях тысячи видеороликов о наших земляках. Мой прадедушка Федор Кусова воевает в 41-м году. Был взамен разведчиком. Георгиевская лента облетела почти всю страну. Ее передают из рук в руки жители самых отдаленных городов. Она объединила и Чувашию. Георгиевскую ленту по всем городам и районам республики принесли волонтеры, читая слова поэмы Петра Хузангая «Таня». Будь бесстрашной, честной, смелой. Ты твердила мне. Час настал и смелость делом докажу стране. Строки, опаленные войной, звучат через социальные сети, по радио и телевизору. Уже второй год в эфире национального телевидения мы читаем стихи ко Дню Победы. Мы шли, не шли, забывая про отдых, мимо воронок, пожаришь мимо. Щабы жухерне, азатре, амыш вльне. Щендерзекельми пинлере, паттерщар бушне. Песня «День Победы» Давида Тухманова и Владимира Харитонова благодаря акции «Наш День Победы» зазвучала по-новому. Все регионы Приволжского федерального округа ее услышали на чувашском языке. Народный поэт Чуваша Юрий Семендир специально перевел для этого проекта текст песни на родной язык. Любой текст, и поэтический, и прозаический, и драматический, можно сказать, с любого текста на чувашский язык переводить очень легко. Язык очень свободный. Все детали жизненного бытия в чувашском языке имеются. Привет для перевода. Песню исполнили на мордовском, марийском, мудмуртском, башкирском, татарском языках. К акции подключились все 14 регионов ПФО. К 9 мая преобразились не только новостные ленты соцсетей, но и улицы городов. На окна и балконы центральных улиц по традиции вывесили флаги, остановочные павильоны и баннеры заполнили фронтовые истории и копии полотен, хранящиеся в чувашских музеях. В «АллатРе» при помощи граффити увековечили память прославленной летчицы. Рисунок единственной женщины-героя Советского Союза из Чувашии. Зои Парфеновой украшает здание завода «Электроприбор». Портрет деда и внуков в 5 метров появился и в Новоюжном районе Чебоксар. Хотелось проднести подарок, который запомнится надолго, показать свою любовь, то, что мы действительно помним. И решили, собрались вместе, подумали, мы сговорочным провели и решили воплотить такой большой стрит-арт, нарисовать граффити, которому мы всем ветеранам говорим большое спасибо за ту победу, которую они для нас отвоевали. И пусть сегодня мы не можем обнять ветеранов, мы все равно помним о них и о подвигах, что они совершили. Сегодня в 10 вечера по всей стране пройдет акция «Фонарики Победы». В памяти погибших в войну и о тех, кто ушел от нас в послевоенные годы, зажгите свечу или экран мобильного телефона. Подойдите к окну и пусть свет, померкший для них когда-то, загорится вновь. 9 мая в 10 часов вечера зажжем фонарики. Пусть каждое окно города Чебоксары озарится сиянием в память о погибших в Великой Отечественной войне. Мы не можем выйти на улицы и встать в ряды бессмертного полка, но светом покажем, что мы вместе. С 9 мая в 22 часа акция «Фонарики Победы». Мы вместе, несмотря ни на что. Наш выпуск подошел к концу. Национальное телевидение Чувашии еще раз поздравляет всех с праздником. Искренне желаем следующий День Победы встретить всем вместе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова